на канал за гет поступил так вопрос как справиться с тревогой со страхами которые вырывают многих людей в нашу такое трудно тревожное время и как вообще понять бога нет бога это но конечно когда человек находится таких трудных испытаниях он не может к ним спокойно относиться и совершенно естественно мы начинаем переживать по-человечески переживать то целое полито человеческих чувств не самых лучших но мы должны по-христиански все пережить мы должны это как-то попытаться понять но чем больше пытаешься понять что происходит с тобой что происходит в мире тем труднее становится тем больше тревога значит вопрос идет не о том как понять больше о том как принять как принять то что нет на зависит как принять то что не мы придумали и не мы выбирали и если это так если это не от нас если если мы ничего сделать не можем значит нам попустил господь теле на испытания мы же знаем что каждый христианин должен возлюбить не только крест христов на котором совершено наше искупление но каждый христианин должен возлюбить еще и свой крест крест который все мы должны нести это все трудное скорбное все необычное все внезапное все искушающее все тревожие пугающие мороз даже нас но как это все понести но первых надо вспомнить что господь сказал что хочет кто хочет идти за мной отвергаться себя возьмет крест свой и последует за мной значит речь идет о том что все что с нами происходит попущено богом попущено если попуще значит имеет духовный смысл если то так значит это необходимо для нашего спасения значит нам нужно принять то что нам дается как от руки божией если мы принимаем от руки божия уже как-то легче уже мы понимаем что да мы не не можем ничего объяснить но мы знают господь зачем-то нам это дает значит мы должны принять второе ситуации говорят что когда мы принимаем что-то трудное от бога надо учиться бога благодарить и словословить его в этих состояниях благодарить и словословить когда благодаришь даже когда тебе скорбно то постепенно постепенно в сердце зарождается утешение потом это утешение со временем по мере продолжения это благодарение и словословие богу за все приходит в духовную радость это не та радость которой мы привыкли в обычной жизни это радость духовная она внутренняя она глубокая она настоящая это та радость которой господь сказал что ее никто от нас никогда не отнимет потому что это радость на христе эта радость благодатная эта радость присутствия с нами благодарите духа святаго и вот когда мы так располагаем себя когда мы так настраиваемся нанесение креста тогда постепенно и крест становится полегче господь начинает нам помогать господь начинает нас не только утешает но и укреплять господь не только укрепляет нас но и вразумляет господь подсказывает нам как нам жить как на правильно поступить вкладывает нам правильные мысли правильные чувства от нас требуется только одно не мешать богу нас спасать не мешать богу действует нашей жизни а принимать от него все что нам дает и убирая себя нести тот крест который нам предназначен для нашего спасения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а